здравствуйте дорогие коллеги я приветствую вас из сочи из маленькой библиотеки имени пушкина кто уже бывал на моих вебинарах тот знает что то о чем я буду говорить это проверено на себе это из моей профессиональной копилочки это не теория и я очень надеюсь и уверена по отзывам в чате что вот вот этот опыт который пропущен через собственные профессиональные навыки через пробы и ошибки вот этот опыт бывает особенно полезным но я представляюсь заведующая библиотекой имени пушкина города сочи людмила заика общий стаж профессиональный в сфере культуры более 30 лет я работаю в составе централизованной библиотечной системы города сочи центральный хостинский район библиотека является библиотекой номер один и в этом году нам уже 110 лет библиотека история памятник истории архитектуры регионального значения вот такая маленькая два этажа вот здесь на вот это коридор вот это наш читальный зал вместимостью 30 человек вот так выглядит библиотека со стороны площади и памятник александру сергеевичу пушкину вот такая но два отдела у нас абонемент и читальный зал восемь сотрудников из них но базовое профессиональное образование имеют двое остальные курс переобучения ну вот скажем вот таким составом вот такой командой мы шагаем библиотекой заведую уже около десяти лет и всегда начинаю свое общение с такой фразы который встречаем везде на всех уровнях где бы не бывало на различных совещаниях на различных семинарах о сочи ну где там нам до сочи коллеги успокойтесь сочи жизнь разноуровневая очень у каждого города и у сочи в том числе свои первоочередные задачи которые озвучиваются на всех административных уровнях а на данный момент сочи позиционирует себя как развивающийся динамично развивающийся круглогодичный город курорт все остальные сферы деятельности особенно бюджетная сфера деятельности я думаю вы меня понимаете что библиотека которая стоит на берегу моря на у центрального спуска на центральную набережную у нее тоже есть своя определенная миссия форма работы которая при формы работы которые продиктованы и местоположением в том числе но сегодня вот скажем наш я буду говорить о том что наша библиотека маленькая вот такая структурная единичка в составе муниципальных общедоступных библиотек со всеми присущими всем подобным учреждением проблемами задачами проблемами даже еще более усугубляющимися ну например близость моря совершенно портит наш фасад который быстро приходит в негодность влажность ветер соленая среда и это сейчас является для нас проблемой допустим отдыхающие но отдыхающие большой поток отдыхающих летом скажем так для которых шашлычок под коньячок важнее бывает чем книга интеллектуальный вид отдыха это тоже накладывает свой отпечаток на деятельность библиотеки потом когда кругом сфера туризма и развлечений и курортных всевозможных примочек понятно что уровень заработной платы библиотечных работников тоже скажем вызывает у многих недоумения последнее время участились заглядывание в дверь библиотеки с вопросом а что здесь еще не ресторан и тогда мы говорим представляете 110 лет уже здесь библиотека они да фу такое здание да по 2 ночи книги вы меня простите что я вот так рассказываю но это как есть поэтому общение наше с вами будет сегодня проходить вот именно в таком режиме вот так есть понимаете допустим сразу оговорюсь да вот когда мы с вами сегодняшнем дне напряженном динамичном в жизни в стиле action да мы говорим о книге о библиотеке о расширении пространства вот такого безразмерного многие нигилисты сожалению в числе которых мои профессиональные опытные знающие коллеги но это уже не библиотека это уже что-то другое и вообще вот это вот вот начинает такой профессиональный нигилизм и какие-то упаднические настроения такие знаете очень тревожные да они ничего хорошего не делают ни с руководителем не с коллективом не с тем профессионалом я вам так скажу да на фоне различных процессов социокультурных которые происходят а в нашей стране у кого-то реорганизации с целью оптимизации у кого-то оптимизация с целью какой-нибудь реорганизации и всякие прочие инсинуации возможные или невозможные допустимые или предполагаемые все это понятно все это обусловлено реальностью сегодняшнего дня и я на наших с вами встречах всегда говорю коллеги ну давайте будем честны но это понятно что наступающий цифровой мир совершенно меняет нашу с вами библиотечную действительность меняет нашу миссию меняет наши функции библиотечные куда подевалась та самая информационная функция которая была номер один все время но понятно а теперь уже номер 5 а тогда каковы же первые 1 2 3 4 я предлагаю сегодня скажем смотреть будущее с оптимизмом и мы с вами много видели особенно те кто много лет работает сфере культуры мы профессионально обучались в одной стране с сформировались практически в другой стране вот в это пост перестроечное мутное время как мы выжили в сфере культуры вот этой государственной муниципальной бюджетной вот а работать нам приходится и еще более другой стране другое время поэтому мы уже с вами люди мудрые спокойные и мы точно знаем что на фоне падение интереса к чтению на фоне падающей книга выдачи и прочих наших отчетных всевозможных тонкостей ну не может так продолжаться вечно обязательно библиотека будет приобретать какие-то другие функции и будет решать другие задачи поэтому нормальный естественный процесс те мудрые и хитрые библиотекари за плечами которых вот так у меня вся мудрость веков да мы с вами всегда найдем чем себя занять свой пытливый ум свою неуёмную фантазию и свою замечательную культурную энергию и так тема нашей встречи библиотека без стен библиотека вне стен и библиотека вообще везде и повсюду что это такое цель сегодняшнего моего общения рассказать неравнодушным творческим горящим творческим огоньком людям о том что вообще возможно все возможно все что мы с вами захотим любые наши фантазии они возможны и в наше время вот здесь и сейчас хоть в маленьком селе ходит поселке хоть в большом городе независимо районного значения городке или большом мегаполисе возможно все я вам сейчас это докажу на собственном примере ну этот файл я назвала кому это надо да а потому что я слышу его очень часто когда я приглашаю ну тех или иных значит с кем взаимодействую друзей библиотеки и говорю приходите у нас будет вот это вот это вот это а вам это надо а нафига а зачем простите за жаргон да зачем это все и так мы с вами варианты кому это надо расширение библиотечного пространства до тех размеров которые нам нужны или пассивные или интересные это может быть надо централизованной библиотечной системе управлению культуры или администрации вашего муниципального образования в нашей ситуации в моей ситуации десять лет назад управление культуры и администрации города сочи были глобальные вот такие задачи связанные с олимпиадой связанные с организацией культурного обслуживания гостей олимпийского города собственно было вообще не до нас я вам честно скажу а вот директору цбс который пришел молодая девушка она пришла возглавила библиотечную систему состоящий тогда из семнадцати филиалов а вот и это было надо она пришла и передо мной поставила задачу сказала людмила петровна я не знаю как вы это будете делать я разрешаю вам все что не запрещено включайте свою фантазию культурно-досуговую управленческую любую на что у вас включайте доставайте все это из кармана делайте что хотите но библиотеке имени пушкина которой в то время было сто лет десять лет назад но чтобы библиотека имени пушкина вернулась к своей исторической миссии культурно-просветительской чтобы она снова стала значимым учреждением культуры в культурной среде города не смотря на олимпийский диверсисмент несмотря на другие ветры перемен которые веют над городом вот ничего не знаю вы человек профессионально состоявшийся пожалуйста верните библиотеке ту жизнь которой она изначально который она изначально жила в городе сочи сто лет назад ну и вот сейчас что из этого получилось я вам рассказываю кому это еще может может быть нужно вот такой библиотеке как наша библиотеки с маленькой площадью ну что такое два отдела абонемент и читальный зал и читальный зал который вмещает 30 человек когда деятельность библиотеки набрала обороты когда мы уже перестали бояться жонглировать различными формами наш читальный зал естественно перестал вмещать всех желающих вот следующая библиотеки в отдаленном населенном пункте здесь мы с вами включаем такую замечательный инструмент как интернет и при помощи онлайн связи в отдаленном населенном пункте мы сможем сделать с вами из вашей библиотеки которая находится где-то там мы сможем сделать значимое вкусное интересное учреждение культуры библиотеки с ненормальными сотрудниками которым больше всех надо ну скажем таковы тоже есть у нас в сочи этому есть пример есть есть библиотекари которые ну которым задержало обидно да которые действительно у них профессиональная копилка полна им хочется просто фонтанируют они вот этими своими знаниями умениями компетенциями и когда все вокруг говорят ой да это ненормальные я опять больше всех нужно да такие есть и если среди моих слушателей такие есть да я уже и так чувствую через монитор что они точно есть потому что они в это утро с нами таковых много и тогда сегодняшнее наше общение будет им очень полезно ну в конце концов большой модельной современной библиотеки почему я думаю что это тоже может быть нужно да потому что когда при помощи грантовой выигранного например там грантового конкурса или включенную в включенную программу модельные библиотеки когда уже с библиотечной средой пространством вот здесь все хорошо когда шикарная мебель когда новые книжечки когда одухотворенные сотрудники ну и казалось бы ну ну а дальше что тихо сидеть за красивым новым стеллажиком и грызть свой библиотечный сухарик ничего подобного вот в таком случае вот такой модельной библиотеке это тоже может быть надо расширение библиотечного пространства ну собственно я вам уже сказала что теоретических знаний о социальном менеджменте я о имидже библиотеки о формировании там вот библиотечного лица я не буду об этом говорить поэтому вот этот парень назвала не социальный и не менеджмент хотя мы с вами в конце нашей встречи подведем итог и поймем что мы вот особенно руководители либо творческие какие-то личности которые будоражат библиотечную среду мы есть те самые натуральные самые профессиональные менеджеры но пока я хочу сказать что то чем мы сегодня будем заниматься и то что я вам хочу рассказать это не социальный и не менеджмент это не теория эта практика проверена на себе как я написала от чистого сердца простыми словами я понимаю что мы с вами почему я так говорю да потому что мы с вами сейчас находясь в непростой скажем эпидемиологической ситуации мы меньше встречаемся профессионально мы реже выезжаем на конференции мы редко коммуницируем друг с другом поэтому вот посредством хотя бы вебинаров вот таких я думаю что это и есть самый вкусный и замечательный элемент профессионального общения итак рассказываю вот этот слайд называется меняем локацию шаг репортаж с крыльца библиотеки шагаем вперед ой это то с чего мы начинали библиотечная среда как правило очень консервативно дамы которые работают они могут знать все о книге но категорически боятся публичности это первое с чем мне пришлось столкнуться расширяя пространство библиотеки и мои дорогие коллеги они как правило у нас ну я не знаю как в других библиотеках у нас они зрелого возраста потому что уровень заработной платы молодым сотрудникам не позволяет работать в библиотеке а вот когда пенсия плюс зарплата это как бы вроде бы еще и ничего поэтому мы все зрелого возраста и когда я помню первое и элементарное что мы я сделала девочки маленькая театрализация принесла кокошники платки на плечи и говорю ну вот давайте разделили быстренько вот такая заставочка к детской викторине по Пушкину три девицы под окном прияли поздно вечерком а вот вы говорите ка бы я была царица а вот вы говорите ка бы я была а третья родила богатыря вот такая заставочка боже мой что там началось крики истерики валерьянкой пахнет карвалол давай доставать что мы не артисты зачем нам это ну то есть я их понимаю не публичность этой профессии скажем и плюс ко всему ну скажем не знание базовых профессиональных компетенций ну конечно это все пугает людей на прошлом на одном из прошлых фебинаров я делилась опытом как из финансиста бухгалтера и техника БТИ сделать работника культуры вот так вот шаг с крыльца репортаж с крыльца библиотеки это и было первое с чего мы начали маленькое свое крылечко мы использовали как сценическую площадку как бы вот вот чуть-чуть сделав первый шаг на крыльечко я помню что это были такие заставки анонсы к нашим мероприятиям которые проводились в читальном зале вот здесь на этом фото это уже не тринадцатый двенадцатый четырнадцатый это уже пятнадцатый год когда мы сформировали концерт на фронтовую бригаду к юбилею победы и она состояла ну вот здесь три сотрудника библиотеки остальные это творческая команда библиотеки поющие читающие играющие ну то есть концертно-фронтовая бригада я просто вам показала вот такое крылечко абсолютно которое стало нашим первым шагом к расширению к выходу из-за стеллажика дальше мы начали дерзать дальше больше естественно когда через площадь рядом с библиотекой она является частью экскурсионного маршрута исторический бульвар но это у нас так а у вас она может не быть частью маршрута она может быть просто площадью у библиотеки там перед школой перед культурно-досудовым центром где есть библиотека как заявить о себе в городе как рассказать ну что стоять на крылечке махать платочком и говорить эй люди заходите да нет конечно мы делаем шаг на площадь и придумываем различные формы работы на площади я назвала это захват площадью библиотеки это наше историческое культурное пространство в городе и мы начали его осваивать осваивать начали с обычных таких форм работы мы выносили столы обычные наши читательские столы и придумывали различные акции я вам скажу откуда взялись книги для этих акций добрые отдыхающие которые покупают различные книги путешествуя на пляж и обратно они часто заходили и говорили возьмете книги или мы выбросим ну конечно мы возьмем но рука не поднимается выбросить и так как в библиотеке формировался обменный фонд ну то есть это книги без инвентарных номеров различных жанровых направлений точно так же приходили сочинцы и говорили вот мамина библиотека стоит пылиться может быть вы заберете но не выбрасывать же в конце концов ну естественно мы братались с этими людьми мы дружить начинали семьями иногда мы выезжали к ним домой чтобы забрать эти книги ну что это просто элементарно брали такси ехали и в коробочке грузили и забирали домой иногда они сами привозили и вот так формировался фонд потрепанные книги заменялись значит остальные мы научились использовать вот для этих акций называли по разному книга ищет друга книга в добрые руки книга в дорогу книга в семейном шкафу эта акция имела название свое ну в соответствии в привязке к тому мероприятию которое мы проводили в результате люди так привыкли к нашим акциям а плюс ко всему библиотекарей прошу обратить внимание вот на эту хитрую коробочку люди когда спрашивали а сколько стоит взять у вас книгу мы всегда говорим да что вы увольте суды конечно это нисколько не стоит но если вы хотите помочь библиотеке на лечение старых книг то вы можете опустить любую денежку которую посчитаете нужным вот в эту коробочку вот и мы действительно вот так собирали деньги на лечение старых книг на любые канцелярские товары для своих вот таких нужд вот то есть как бы это было абсолютно добровольное скажем желание друзей библиотеки вот дальше я вот перелистываю нет я просто еще раз вернусь вот это наша традиционная акция с этого мы начинали осваление нашей исторической площади в городском пространстве коллеги подобные акции либо еще мероприятия каких-то других форм которые вам понравятся ну вот сейчас большая полемика идет фримаркет ну это всемирное движение свободный обмен книгами ну я вам так скажу у нас эта форма работы не прижилась элементарно из-за климатических условий расположить книгу в тех скажем домиках которые нам предлагал сбербанк устанавливал да мы располагали но из-за большой повышенной влажности книга деформировалась начинала разбухать ну в общем это было неэтично по отношению к книге поэтому мы заменили вот такими акциями вы можете придумать еще что-нибудь если у вас нет вот такого обменного фонда вы можете придумать что-то другое какие-то театрализованные маленькие викторинки заставки то есть традиционные какие-то моменты я вам честно скажу первый, второй, третий раз просто любопытствующие подходили а что это вы продаете а что это у вас здесь непонятно было но когда мы к этим акциям стали присоединять какие-то события вот тогда все стало органично и люди приходили на наши мероприятия скажем так хотя я всегда не говорю мероприятия это я считаю слово из административного скажем документа оборота мероприятия меры приняты поэтому я всегда говорю события так вот к нашим событиям люди приходили элементарно спрашивая а у вас будут книжечки а можно посмотреть да конечно будет и вот когда одно и то же одна и та же форма пусть она маленькая но она повторяется регулярно ну в режиме в плане мероприятий библиотеки она обязательно обрастает своими любителями и своими заинтересованными лицами ну вот следующий пример освоения площади я его уже в каком-то вебинаре рассказывала в другом контексте но сейчас вам рассказывала об оформлении праздников событий там библиотечных и показывала вот эту арку которую мы своими силами из ДВП выпилили покрасили и вот ну вот мы с этой аркой на нашей площади у библиотеки мы ограничили свое пространство это было у нас было событие посвященное дню города по-моему вот и вот таким образом мы это использовали то есть из вот такого камерного события в библиотеке мы вышли на площадь далее это все тоже примеры вот этой акции летом мы далее потом на основании вот этой акции и выставок выставочной вот здесь выставка из истории библиотеки располагается на столах и на вот этом скажем стеллажике из этого выросла форма работы летний читальный зал мы выходили на площадь ставили свои столы выносили периодику выносили вот эту акцию делали какую-то выставку и работали в режиме летнего читального зала и нам это очень нравилось это во-первых меняло стереотипное отношение к библиотеке это показывало библиотекарей как людей знающих скажем компетентных которые вот здесь на этой фотографии заведующая тогда читальным залом Ирина Владимировна и эта выставка по истории библиотеки это ее тема в которой она плавает как рыба в воде и неизменно с этой выставкой на любом событии она всегда была популярной возле у нее всегда было огромное количество людей желающих послушать ну вот это уже ну вот видите летний читальный зал все просто нет ничего лучше самого простого понимаете все просто стол стулья периодика пожалуйста люди добрые хотите полистать свежую газету да вот они мы пожалуйста вот ну а вот здесь вот это наша акция популярные люди рассматривают книги библиотекарь абонемента рассказывает ну о содержании советует что-то все прочее да к этой акции летний читальный зал на нашей площади мы добавляли настольные игры и прекрасно дети это было востребовано вот там на втором столе лежит лото а вот здесь шахматы и шашки вот справа еще и тут же рядом сидит дедушка читает кубанские новости а внуки играют в шахматы и он же их консультирует вы знаете душа радовалась глядя на этих детей и ну это же собственно наше выполнение нашей с вами миссии культурно просветительской мы себя позиционируем как неравнодушное учреждение культуры показываем свое лицо и готовность разнообразить свои формы вот ну вот здесь значит опять же соединение я хочу вам показать этот файл как пример соединения той самой акции книга в добрые руки и цикла мероприятий по поляризации традиционной обрядовой культуры был у нас такой курс прямо курс вы знаете в читальном зале мы сначала готовили теоретическую часть выставку по народной обрядовой культуры традиционной ну плюс я рассказывала содержание а потом мы проводили практически как бы практически такой семина ну вот это в данный момент наш фестиваль пасхальный перезвон сотрудники вот в народных костюмах которые кстати из старых штор сшила нам наша читательница я опять я просто вам отвечаю заранее когда слышу ну конечно это сочи у них костюмы девочки из старых штор просто человек друг библиотеки женщина сшила нам эти костюмы которые мы с удовольствием используем в своих событиях ну вот ну вот это вот сценка такая в лачебнике но те кто занимался русской традиционной культурой знают что это такое то не гром гремит то не шум шумит христос воскрес то идут бредут волочебники христос воскрес а ты хозяин ты наш батюшка христос воскрес ты спишь поспишь или так сидишь христос воскрес ну и дальше там вот это такая народная игра у всех на слуху калятки да рождественские но на пасху были волочебные игры это пример такая форма калят дальше ну вот это мы опять показываем вам наш пасхальный перезвон это был конкурс на пасхальные на лучшую пасхальную композицию прямо на площади на читательских столах накрытых простым русским платком но этому предшествовал мастер-класс по созданию русской традиционной обрядовой куклы и мастер-класс по пасхальной росписи традиционной вот но это вам просто я вот картиночки такие это была наша выставка а вот здесь и выставка это семнадцатый год пожалуйста выставка тематическая на площади на улице это я вам рассказываю как мы завоевывали площадь рядом с библиотекой после того как наша площадь стала безумно популярной у нас на каждом из наших событий собирались до двухсот двухсот пятидесяти человек это позволяло нам шепотом скажу отчетную нашу скажем документацию совершенно красиво пополнять посещениями потому что наши площадные события пусть они даже самые небольшие естественно посещаемость их было выше чем читальный зал на 30 человек после того управление культуры глядя на наши значит эксперименты с библиотечной и просветительской и досуговой и на 15 наверное да однажды удачно выступив мы почувствовали себя прямо звездами рядом еще вот здесь стеллажи были выставки книжные вот нам нам вменили в обязанность я вам честно скажу это было здорово и это является здорово это замечательно все население города уже привыкло что на ротонде все время библиотека имени Пушкина и наш творческий круг и 9 мая и в день города и в любые события которые намечаются в городе открытие курортного сезона все знают что на ротонде у морского порта всегда библиотека имени Пушкина ну и такая активизация знаете творческих настроений и формирование творческого круга вокруг библиотеки потому что ну потому что это статусно ну потому что это красиво в день города выступить на площадке библиотечной на ротонде это очень значимо для всех наших вот нашего творческого круга клуба творческого общения поэтический балкон далее далее мы стали расширять свое пространство но не такие мы альтруисты как может показаться что вот взяли книжки побежали туда взяли книжки побежали сюда на одну площадь вот это площадь например кто был в Сочи знает что такое микрорайон ареда это за железнодорожным вокзалом в центре города так вот вот Масленица вот мы ее пять лет ее проводит именно библиотека и мы горячо отстаиваем эту нашу форму работы потом уже подключился парк Ривьера Красная Поляна это это вот все где-то там в горном пластыре но традиционно ее проводит библиотека имени Пушкина и это элемент нашего взаимовыгодного сотрудничества с городским собранием с депутатами городского собрания города Сочи результатом этого то есть это их детище они у них на Масленицу было горячее желание накормить полгорода блинами а у нас было горячее желание продолжить свой курс традиционная обрядовая культура они нам давали транспорт мы вывозили туда опять же акцию книга в добрые руки мы вывозили выставку детская библиотека присоединилась с мастер-классом по обрядовой кукле прямо там изготавливали вот здесь вы видите клоуны это сочинский колледж искусств я приглашала студентов ну как бы для участия в празднике а в остальном да все тот же коллектив библиотеки имени Пушкина вот таким образом мы продвигались в городское пространство дальше дальше библиотечной площади и мы очень быстро поняли что на этом можно заработать бонусы ну любые бонусы которые вам нужны социальные имиджевые материальные депутатский корпус с удовольствием выделял деньги нам на пополнение фонда и на приобретение нужных нам ну в том числе звуковой комплект звуковой аппаратуры вот то есть вот это продвижение библиотеки за рамки самой библиотеки это ну как бы характеризует коллектив библиотеки как боевой боевую культурную единицу энергичную отзывающуюся на вызовы на импульсы сегодняшнего дня и значит я не знаю как кому но нам эта форма работы очень пригодилась и очень понравилась и она стала традиционной переходим дальше мы едем 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 по городу сочи акция читающий сочи библио автобус на минуточку казалось бы причем здесь муниципальные сочи автотранс и причем здесь библиотека имени пушкина ну это вот фотографии разных лет мы эту акцию ну с наступлением ограничений ковидных конечно мы ее прекратили но я вам скажу эта акция сработала настолько мощно на авторитет библиотеки что мы даже не ожидали то есть целью подобной акции накануне дня российских библиотек была ну популяризация библиотеки библиотеки поднятие формирование имиджа библиотеки имени пушкина ну конечно для этого нужны административные усилия то есть подружиться с сочи автотрансом выбрать автобус договориться чтобы они разрешили нам навешать как вы видите на окнах внутри всякие лозунги приветственные читайте повсюду читайте свободно там это читать где удобно всякие разные вещи украшать шариками и конечно дарить книги вы знаете положительный эффект был настолько весомым для нас что мы потом после проведения акции опять пока никто не слышит мы потом месяц купались в лучах славы и могли спокойно делать свои внутренние ежедневные дела потому что благодарные сочинцы и жители города выходили из библиотеки набирали управление культуры и говорили ой здесь ваша пушкинка такое вытворяет а что вытворяет просто катается по маршруту ну конечно мы приглашали наш поэтический балкон они читали стихи а в основном сотрудники просто рассказывали как живет библиотека читали стихи пушкина и не пушкина подсаживались на остановках местные поэты читали свои стихи и мы предлагали те самые книги которые мы не можем выбросить рука не поднимается вот вы знаете люди проезжали с нами свои остановки катались с нами хором читали пушкина это был такой творческий полет делюсь пожалуйста кому интересно используйте это в работе это очень такой мощный емкий инструмент шагаем дальше ну да когда наши творческие скажем ну дружеские контакты множились вот здесь вы видите просто даму вот это которая шила нам костюмы которая изготовила коллекцию костюмов это все все что вот демонстрирует наши читатели это сделано ее руками в том числе и я тут вот нарядилась это она изобрела особую технику декупажа такую вот изготовила эти костюмы и конечно нам хотелось где-то показать поэтому мы заявили о своем желании участвовать в дне пожилого человека ну мы то думали что мы просто блоком войдем чтобы показать вот наших читателей представить сотрудники дома культуры которые обрадовались и сказали ну хорошо проводите и мы провели свой праздник на сцене городского дома культуры мы пригласили своих читателей мы их представили мы рассказали о них и вы знаете сотрудники сотрудники администрации центрального района господи вы откуда взяли этих людей я говорю да мы то чего это жители города сочи это наши читатели с ума сойти какие личности мы даже не знали ну то есть вот таким образом мы расширяли свое пространство в городской среде я буду торопиться потому что время поджимает в городском саду играет не духовой оркестр а библиотека да мне показывают время но я поэтому буду быстро форсировать да вот это библиотека это клуб творческого общения поэтический балкон это привал в городском парке 9 мая вот вот сотрудники библиотеки вот дети сотрудников библиотеки вот внуки сотрудников библиотеки вот наши читатели то есть это вот библиотека в режиме городского праздника мы всегда нам было приятно что у библиотеки есть свое лицо естественно мы заранее готовили программу естественно ну вот женщина ветеран читает стихи естественно мы созванивали составляли расписание приглашали напоминали ну вот тем не менее двигаемся дальше я написала через край через краснодарский естественно край вот здесь у нас у стен библиотеки день образования краснодарского края 13 сентября и у нас здесь такой кубанский уголок вот там подушки с прошлыми со вставками кружевными тут тут еще много чего но это наше участие в краевых событиях в событиях краснодарского края ну и вот здесь оно же вот это вообще тринадцатый год ой это был да это был тринадцатый год а вот это уже гораздо позже наверное шестнадцатый год это мы участвовали в конкурсе кубанской частушки с выездом в этнографический комплекс атамань вот вот таким образом расширяется наше библиотечное пространство но посигнули на евразийские масштабы евразийский литературный фестиваль лифт библиотека являлась площадкой этого фестиваля вот здесь вот на нашем балконе вы видите Виктор Клыков это Австрия даму забыла это Ливон Осипян Армения это вот Кемерово вот это Белоруссия вот это Казахстан ну и естественно приятные подарки библиотеки на площади весь фестиваль фестиваль фестиваля на площади мы заявили о своем ну как бы просто кивнули головой хорошо приходите и лишь потом мы поняли во что мы ввязались вот здесь ребят дорогие коллеги я скажу вам для расширения библиотечного пространства творческого креативного интересного содержательного нужен всего лишь один инструмент вот всего один вот напишите в чате кто догадывается что это за инструмент вот для того чтобы вот так двигаться во внешнюю среду напишите мне пожалуйста какой инструмент вы считаете нужен который поможет вам расширить пространство библиотеки вне стен напишите пожалуйста мне будет интересно догадались ли вы или нет так еще 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 не вижу идея значит энергия любовь наше желание коммуникативность я вам открою маленький секрет творческие люди дружный коллектив да не факт что он дружный я вам скажу на минуточку восемь женщин это террариум вот поэтому не факт что дружный коллектив да беспокойная душа саморазвитие для этого нужна всего лишь улыбка каждому входящему вот кто пересек кто входит с вами в контакт считайте что это уже априори ваш друг улыбайтесь и тогда и вам прибудет честное слово я вам говорю улыбайтесь людям даже если они приходят к вам хмурыми с большими претензиями с митингами и демонстрациями ну на минуточку люди которые которые приезжают сюда из крупных мегаполисов приходят в библиотеку и ожидают здесь увидеть что-то такое супер это же сочи приходят вот понимаете улыбка это я говорю как первый мостик между вами и будущим креативным событием вот вы улыбаетесь вы доброжелательны даже если человек негатив высказывает вам какие-то эти вы говорите да но зато да у нас бумажный каталог но зато да у нас мебель оставляет желать лучшего но зато у нас карманчики еще много чего в сундучке в нашем творческом понимаете вот все начинается с этого с этого начинался фестиваль лифт когда сюда зная что у нас еженедельный клуб творческого общения поэтический балкон пришли организаторы фестиваля и говорят а можно мы ой какая библиотека ну привлеченные архитектурной особенностью а можно мы у вас посидим да сидите посидели когда одна из наших постоянных участниц поэтического балкона исполнила а вы марию вживую вот здесь под аккомпанемент нашего старенького дребезжащего инструмента один из организаторов просто расплакался понимаете вот этот мостик творческий доброжелательный мы не готовились мы не махали флагами не кричали пойдите все сюда принципиально объявлений как таковых больших не пишу никогда одно на страничках в соцсетях вывешиваю план на информационный стенд естественно творческому кругу разваливает все никаких наши всегда останутся с нами вот так мы встряли в этот фестиваль лифт и это был такой полет вообще и в основе всего лежала книга слово поэтическое слово литературное это было просто незабываемо мы до сих пор общаемся в социальных сетях с авторами которые кстати уезжая конечно подарили нам свои книги а вот здесь дальше я уже заканчиваю после того как мы мы почувствовали силу а ведь ничего абсолютно ничего особенного обычные люди обычная библиотека главное желание творческий такой здоровый авантюризм ну вот здесь вы видите акция хороводы мира это всемирная была акция ну как это а что это казалось бы где библиотека и где хороводы причем здесь это очень даже причем это было необыкновенное действие мы нашли партнеров для себя в этом проекте это молодежное объединение жар птица это какой-то танцевальный пенсионерский коллектив это наши читатели и вот ну вот здесь может быть не очень удачная фотография вы бы видели когда традиционные русские хороводы в различных технологиях да как они заворачивают всю площадь в один тугой вот такой узел и потом разворачивает обратно ох ох как это было вкусно но естественно во первых это всегда была библиотека всегда сотрудники всегда какие бы звезды не посещали нашу площадь и наши площадки у меня есть очень хитрый инструмент радиомикрофон я с ним всегда громче чем любая звезда вот на тот случай если заезжего заезжую мега звезду заносила куда-то влево или вправо всегда в библиотеке есть Валерий Анатольевич который раз и убавит громкость этому микрофону то есть мы всегда контролируем ситуацию и держим руку на пульсе вот а еще одна всемирная акция который который я с которой я хочу вас познакомить и вы можете в нее включиться понимаете поздавательная информационная составляющая есть я отвечаю на вопрос в чате это всегда основа вы говорите это культурно досуговое я вас умоляю когда мы начинаем рассказывать основы русской традиционной обрядовой культуры которая ну русская обрядовать всегда была культура образующей в России так вот извините мы живем на Кавказе и в голове у нашей социокультурной скажем среды города Сочи такая мешанина такой винегрет из национальных обычаев а на минуточку 140 в России национальных этнических групп и 120 в Сочи вот так у них вот из национальных обычаев из конфессиональных поликонфессиональной среды из гороскопов фэншуя советских и всяких прочих то есть люди настолько дезориентированы как бы у них вот эта вся информационно-культурная составляющая в таком хаосе что извините вы думаете хороводы только для хороводов да я вас умоляю этому предшествует обязательно книжная выставка по основам ну то есть тематическая выставка обязательно во вторых ведение праздника всегда имеет информационную составляющую а уж развлечение это как ну как бы как такая побудительная часть коммуникации ну возьмите хотя бы тот же самый пасхальные радости фестиваль да прежде чем поставить людей в хоровод мы долго рассказывали и показывали что такое целовальные игры к чему они вели зачем они были что из себя представляет вообще взаимодействие в хороводе это ли не не познавательная информационная составляющая каждого такого события я вам просто рассказываю как это делать технологию как проникать в различную в различных уровней скажем культурную среду при помощи каких инструментов а уж преследовать свой библиотечный культурный интерес извините это вопрос к вашим профессиональным компетенциям и вашей профессиональной мудрости вот но я хочу поделиться с вами удивительным событием всемирная акция это цветаевский костер за которую мы получили благодарность организатор этой акции из вашингтона это день рождения марины цветаевой по всему миру зажигаются костры поскольку у библиотеки нет своей огороженной площадки территории поэтому мы подружились с 15 гимназией я вам скажу это еще то событие когда вот такой вот круг ну это конечно же ориентировано на старшие классы сначала мы проводили урок литературно литературно поэтический урок под цветаевой библиотека с небольшой книжной выставкой мы ходили в классы 10 и 11 рассказывали о цветаевой а потом собирались на цветаевский костер делали вот такую летучую выставочку небольшую и школа расставляла скамеечки но участников на минуточку было наверное человек 300 да плюс ко всему к чести педагогов они не навязывали детям дети выбирали сами произведения цветаевой которые хотели читать плюс подключался клуб авторской песни исполнял песни цветаевой вы знаете я вам скажу удивительная атмосфера рождается делюсь участвуйте найдите в интернете акция всемирная цветаевский костер и обязательно и обязательно включайтесь когда мы первый раз это попробовали я сама обалдела потому что уже время 10 вечера уже приехали родители за детьми по периметру школы стоят автомобили а дети не хотят расходиться в костер все подбрасывают дрова и они не хотят уходить пока не прочтут все то что они хотели вот здесь слева от школы большой жилой массив и девятиэтажные дома все жители этого микрорайона повыходили на свои балконы вынесли свои табуреточки и слушали вы не представляете вот вам информационная и познавательная составляющая я уже умалчиваю о том что после подобных событий ну конечно наш абонемент пополняется новыми читателями и конечно книги по той теме они просто сметаются с полом дорогие друзья я время задерживаю ну последняя такая скажем страничка в моей презентации сейчас одну минутку значит ну конечно мы с вами вот вы мне пишите о людмила петровна вы зажигалочка не понятно есть обязательно должен быть в коллективе возмутитель спокойствие который которому не вот смотрите ранее мои слайды которому не все равно которому задержаву обидно которому больше всех надо у которого полна профессиональная копилка и хочется этим делиться вот который желает своей библиотеке быть вкусной значимой сегодняшней энергичной вывод библиотекарь это такое многофункциональное устройство это такой душ наших лекарь библиотекарь это то о чем я вам говорила вы вступая вот эту вот такую активную деятельность в расширение библиотечного пространства сначала на крылечко потом за крылечко потом на площадь потом на городские пространства потом вы ищите приложение вашим талантам вообще во всемирном пространстве и так вот вы должны понимать что вы многофункциональное устройство вы тот кому за державу обидно вы вечный сеятель который сеет 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 ой не всегда есть время проверить взошли всходы не взошли то буря то засуха то война то катаклизма вот но моя любимая фраза которую я всегда говорю фраза которую я всегда говорю капля точит камень не потому что она такая сильная а потому что часто и в одно место падает понимаете это истина и наконец мы подходим к тому самому с чего я начинала что это не социальный и не менеджер не менеджмент то о чем я вам говорю сейчас мы с вами можем сделать этот вывод да это в чистом виде социальный менеджмент и мы с вами руководитель вот такие которые хотят и могут и будут несмотря ни на что не надо меня вот пугать реалиями сегодняшнего дня только ленивый зашедший сегодня в библиотеку не озвучивал известную вам тему сегодняшнего дня мы душой и с донбассом и луганском мы все с вами вообще имеем такие сплетенные воедино корни что это даже не обсуждается и фамилия моя тому подтверждение и семья мужа которая на русском языке практически не разговаривала говорил по-украински тому подтверждение и украинские песни в моей семье в моей родительской семье при дорозе верба ясна до сих пор я ее помню когда бабушка меня заставляла не ходи седы отца давай не замалкаю вот то есть это такие вот такие корни они где-то там под землей понимаете и так вот несмотря на все на это на все наши с вами проблемы заботы круг клубок мы с вами великие менеджеры менеджер это тот кто собирает людей в нужное время в нужном месте по нужной причине а сам может спокойно уйти в кабинет и пить кофе ну это конечно условно я дорогие друзья благодарю всех кто пришел сегодня каково ваше мнение сокращение и объединение в центре библиотек в москве и области но если вы мне еще позволите пять минут я выскажу свое мнение ой понимаете те кто давно работает в сфере культуры мы что с вами разве не переживали вот такие кризисные моменты вспомните страшные девяностые когда рухнуло все рухнула страна рухнула рухнули наши скажем база наша профессиональная то чему нас учили вот но нам нужно было жить выживать так вот мое личное наблюдение это было не менее страшно чем сегодняшние скажем новости это было даже более тревожно потому что никто не знал что будет дальше как мы будем жить дальше этот момент девяностые вот эти да спасибо за внимание а ну да этот момент мы переживали в гораздо более сложных условиях у меня задолженность по заработной плате в доме культуры было восемь месяцев я восемь месяцев не получала зарплату и это было страшно и мы не знали что будет с нами дальше да но тем не менее вот парадокс чем сложнее нам жилось тем быстрее раскупались билеты это был крупный досуговый центр билеты на каждое мероприятие тем больше был круг желающих проводить время вместе я помню если есть мои коллеги из сибири они подтвердят сначала я делала тематические вечера ну делала такие вечера где сначала был на 50 человек потом на 100 человек и закончилось это тем что мы по 150 человек в огромный танцевальный зал пытались рассаживать сносили всю мебель и это продолжалось по 3 дня то есть мы с вами существа социальные человек без всего может быть без многого может обойтись но не без человека понимаете поэтому я вам так скажу но то что делает Москва соединяя ЦБС и ЦКС соединяя библиотеки и клубные системы но это не факт что вся Россия это будет делать в каждом регионе свои особенности и потом коллеги прежде чем кричать ай ой ай 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 признайтесь что у вас нет мертвых библиотек куда неделями не ступает нога человека если вы скажете что ой нет у нас нет не надо вы значит обманываете есть такие библиотеки и они оттягивают на себя значительную часть бюджета ну я думаю что это вопрос ага а вам работники не нужны хи хи есть сумасшедшие которые готовы включиться в такую работу спасибо за вопрос нам работники всегда нужны значит понимаете это вопрос местного значения я думаю что у всех все по-разному и это вопрос министерств и управления культурой насколько они это вопрос стратегии и политики вот в сфере культуры в данном конкретном месте если муниципальные административные органы ну осознают направление деятельности продвижение своего муниципального образования там города поселка села смотря как они его позиционируют я же с пониманием например отношусь к ну такое скажем ласково скажем недостаточное объем финансирования библиотечной системы я понимаю что у нашего города огромные другие глобальные задачи и проблемы это и вывоз мусора что с ним делать с огромным извините население города увеличивается в пять в десять раз залито и все эти люди покупают пьют едят это горы пластика это куда что делать с этим мусором я понимаю и дороги и ливневки и и и система ЖКХ из-за огромного развития жилищного строительства столько проблем у города ну мы с осознанием текущего момента относимся к социуму в котором живем так и вы я думаю что выводы что сейчас вся россия и библиотечная и культурно досуговая наша с вами профессиональная команда несколько замерла и будем посмотреть что там в москве как они с этим справятся в москве и московской области насколько они органично соединят казалось бы несоединимое вот на нашем конкретном маленьком локальном месте действия нам удалось соединить это несоединимое и теперь когда вот эти новости озвучиваются мы смотрим читаем спасибо журналу современная библиотека вот просто молодцы вы думаете мои сотрудники уже валерьянку не достают и карвалов тоже мы знаем что мы готовы к реорганизации к наполнению библиотеки дополнительными функциями вот мы готовы потому что мы живем сегодня здесь и сейчас сегодняшнем городе сегодняшний день вот с этими нашими сегодняшними реалиями и с большим оптимизмом смотрим в будущее дорогие коллеги приглашаем вас каждый свой рабочий день начинать с подобным же оптимизмом напоминаю вам солдата швейка который говорил что будет что будет что будет то будет что-нибудь да будет никогда не было чтобы ничего не было всегда что-то было вот но я не могу без своего коронного цитирования которым я заканчиваю любое событие в стенах и вне стен библиотеки это Дмитрий Быков ода книги о ты который дружен с книгой тебе спасение дано но чуть что не так немедля прыгай в ее волшебное окно и я иду в библиотеку и там сижу до десяти порядочному человеку в России есть куда пойти спасибо дорогие друзья контакты которые вы у меня просите они вот все на последнем файле моей презентации вы можете ее скачать в социальных сетях можете искать вот это адрес электронной почты Пушкина 1912 это год рождения нашей библиотеки это адрес моей личной почты пишите за да ходите мы всегда открыты к общению мы рады контактам ну спасибо вам большое за тепло за общение за позитив очень рада всегда вашим отзывом спасибо дорогие друзья